Коллеги, добро пожаловать. С некоторым опозданием опять мы с вами начинаем нашу очередную встречу. Давайте, как всегда, начнем с техники. Как у нас сейчас дела с качеством звука, а главное с качеством изображения? Ага, Саркл, Анастасия. Да, вижу. Отлично, отлично. Что-то у нас в последнее время? Странные нюансы с изображением, что-то его отлаживает в какое-то ненулевое время. Ага, Никита, вижу, спасибо. Хорошо. Коллеги, в прошлый раз мы с вами обсуждали машину кьюринга. Там возникли некоторые проблемы, связанные с тем, что две группы присутствующие одновременно оказались немножко по-разному подготовлены. Но вот вчера мы с 73 группой, я надеюсь, эту проблему хотя бы отчасти решили. А, соответственно, появились ли у вас по поводу того, что мы обсуждаем, какие-нибудь вопросы? Пока вы формулируете ответ, я сотру с доски. Теорвер нам сейчас не требуется. Так. Пока. Спасибо. Так, да, Ирина, вижу, спасибо, вопросов не появилось. Ну, хорошо, хорошо. Значит, коллеги, тогда давайте, может быть, сейчас двинемся дальше. Единственное, что напомните мне, пожалуйста, среди задач, которые я предложила вам решить дома, была ли задача какая-нибудь на функцию двух аргументов. Ну, скажем так, на сложение двух дворичных чисел или еще что-нибудь в таком духе. Вот, просто я помню, что мы разбирали с вами несколько примеров, когда машина тюнинга вычисляла функцию одной переменной, а вот насчет двух я, честно говоря, просто не помню. Соответственно, было что-нибудь подобное или нет? Была ли какая-нибудь задача, где вот на ленте написано было два, ну, две строки, разделенные чем-нибудь, и с этими двумя элементами нужно было, ну, глобально, да, двумя строчками нужно было что-нибудь сделать? Значит, если не было, то прежде чем переходить к грамматикам, нужно бы хотя бы одну такую задачу решить. Ну, а если было, тогда можно переходить к грамматикам сразу. Было. Хорошо. Самое главное, напомните, какая конкретно была задача? А, на сложение двоичных чисел. Ну, хорошо, хорошо, это хороший пример, он достаточно поддержательный для того, чтобы, если по нему вопросов не возникло, можно было продолжать. Ну, хорошо, хорошо. Давайте я еще раз удостоверюсь. Ага, и побитого x-соркул. Да, да, отличие – это вполне себе подходящие два примера. Значит, я правильно понимаю, что по поводу вот этих задач, задач от двух аргументов, ну, вернее, задач по строгению машины тьюринга, которая вычисляет функцию двух аргументов, тоже все в порядке, все получилось, вопросов не возникло. Так, а Никита просит хотя бы одну разобрать. Ну, хорошо, хорошо. Значит, коллеги, тогда давайте, может быть, действительно, прежде чем переходить на грамматике, мы эту задачу обсудим, ну, какую-нибудь из этих двух задач. Значит, соответственно, у меня вопрос к присутствующим. Есть ли кто-то, кто написал решение и готов попробовать его как-нибудь показать? Значит, если у кого-нибудь есть готовое решение, которое можно, ну, если оно в электронке, то можно скопировать просто в чат, если оно написано от руки, то можно, скажем, сфотографировать и скинуть в чат фотографию, ну, или, если хотите, я могу расширить для вас возможность демонстрации экрана, чтобы вы ее показали. Есть кто-то, кто готов попробовать показать решение, ну, вот одной, хотя бы одной из этих двух задач? Значит, первая задача – это сложение двух двоичных чисел. Я думаю, что алфавит у нас был типа вот такой, где лямбда символ-разделитель. Соответственно, изначально на доске, на ленте, да, два двоичных числа, разделенные символом-разделителем, а на выходе – сумма. И второй вариант – исходная ситуация та же самая, а на выходе – на выходе вот такая история, побита в иксор. Вот. Готов ли кто-нибудь рассказать решение? Ну, или попробовать рассказать решение? Или просто никто не пытался конкретно эти две задачи решать? Так, коллеги, отзовитесь, пожалуйста. Как это при всем моем могучем интеллекте телепатии я не обладаю. Но, впрочем, возможно, эта способность от интеллекта не зависит вообще никак. Никита, вы не успели. Ну, хорошо, хорошо. Значит, тогда давайте поступим так. Я, судя по такой гробовой тишине в чате, людей с готовым решением среди присутствующих нет. Давайте тогда поступим следующим образом. Давайте из этих двух задач выберем какую-нибудь одну. Какую, на самом деле, мне совершенно все равно. Выберем какую-нибудь одну. Ну, после этого я вам дам минут, ну, скажем, 10 на то, чтобы попробовать решить ее самостоятельно. А дальше попробуем, если за это время решение, ну, или хотя бы идея решения не появится, тогда попробуем подумать коллективно. Какую из двух задач выбираем? Просто сложение или повидовый эксор? Значит, мне совершенно все равно по сложности они. Я бы не сказала, что принципиально различаются. Первую. Так, мнения разделились. Ну, хорошо, давайте тогда оставим номер. Значит, давайте так тогда. Те, кто хочет, решают первую. Те, кто хочет, решают вторую. Ну, а потом, соответственно, либо решение появится для обеих, их можно будет обсуждать, либо по поводу хотя бы одной появится идея, по поводу какой будут идеи, то и будем доводить до конца. Ну, если идей не будет вообще, тогда я... Ту-ту-ту, коллеги, а кто вам сказал, что я обещала вам демократическое голосование? Нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Значит, будет ситуация, мы посовещались, и я решу. В данном случае я решила, что оставляем обе. В смысле, каждый выбирает себе на ближайшие 10 минут задачу по собственному вкусу. А дальше, если появится решение обоих, будет великолепно. А если идеи появятся по поводу только одной задачи, то мы с вами будем доводить до конца ту задачу, по поводу которой есть идеи. Ну, а если идей не будет вообще, тогда думаю, что я выберу ту задачу, реплика по поводу которой была первой. По-моему, Анна успела раньше. Сейчас я посмотрю. Чат в этом смысле хорошая вещь. А, нет, Никита успел раньше всех, но он был за ту же самую задачу, что Аня. Ну, значит, если идей не будет вообще, то избрать будет первую. Вот так. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Вот, значит, сейчас по моим ноутбучным часам 12.01. Значит, давайте в течение 10 минут вы попробуете что-нибудь придумать самостоятельно. Можно, да, по поводу любой из задач. Но если идей не будет совсем, то будем разбирать первую. Вот так. Значит, я здесь. Я вот так где-то на границе видимости должна у вас быть. Соответственно, если вы что-то напишите в чат, я быстро увижу. Продолжение следует... Ну, вообще говоря, не обязательно. Вообще говоря, не обязательно. Значит, Данил, на самом деле вы поставили содержательный вопрос. Этот вопрос становится содержателем для какой из двух задач? Для первой или для второй? Для второй, конечно. Значит, ну, давайте считать, что если у нас числа оказались разной длины, то то число, которое короче, мы автоматически дополняем до нужной длины необходимым количеством ведущих нулей. Да, да, Аня, вы, конечно, тоже правы. Значит, ну, вот давайте здесь сделаем оговорку, что если у нас необходимо выполнить по биту в х сор двух чисел разной длины, то то число, которое короче, мы считаем возможным дополнить необходимым количеством нулей в начале. Значит, да, коллеги, давайте я сделаю, наверное, еще одну оговорку. Значит, эта оговорка может не потребоваться, но если кто-то застрянет именно на этом, то пускай. Значит, в случае необходимости вы можете добавить в алфавит еще один символ. Если вам обойтись вот этим набором вот вообще никак не будет получаться, тогда можно будет добавить в алфавит еще один служебный символ. Значит, если обойдетесь без него, прекрасно. Ну, а если вдруг поймете, что без него вообще никак обойтись не получится, вот такая опция у вас есть, но только после того, как вы убедитесь, что без этого совсем никак. Это может быть полезно. Ну, вернее, это может сильно упростить некоторые моменты. Это может сильно упростить некоторые моменты. Это может явirsiniz. Спасибо. 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 Частично-рекурсивные функции в вашу программу по практическим занятиям, к сожалению, не включены. Ну, это, наверное, отчасти связано с тем, что все-таки мы довольно сильно ограничены по временем, отчасти с тем, что модель машины тьюринга в вашем курсе исторически появилась первой. О частично-рекурсивных функциях и нормальных алгоритмах Маркова начали рассказывать в этом курсе. Я думаю, что не больше 10 лет назад. То есть 10 лет назад они уже точно были, а вот раньше кажется мне, что еще не было. Но надо заметить, что в этом смысле программа меняется довольно быстро. Что касается программных по курсу, который у вас состоит из трех семестров, дискретная математическая теория графов и матомика теории алгоритмов, это на самом деле из классических курсов. У вас, наверное, самый живой в том смысле, что в нем излагаются самые свежие результаты. Ну и как следствие, программа действительно меняется достаточно быстро. Например, у меня есть давний приятель, который мой ровесник, который в отличие от меня заканчивал уйти. Вот он рассказывал, что когда учился он, в основную программу РСЛ-алгоритм еще не входил. Ну, допустим, это было давно достаточно, но тем не менее. Да, вот ситуация, когда вот наш курс занимает не два семестра, а три, когда у нас появился целый семестр, второй, да, наш с вами второй семестр, посвященный теории графов. Это вообще свежая история. Вот вы первый набор, у которого есть отдельный семестровый курс, посвященный теории графов. То есть в этом смысле динамика у нас, конечно, очень большая. Вот, так что я вполне не исключаю, что через пару лет у нас на практике будет находиться время и на алгоритм Маркова, и на частично рекурсивную функцию. Скажем, я очень надеюсь на то, что следующему своему набору первокурсников, когда я буду рассказывать про кодирование, я смогу говорить не только о конечных полях, но и о полях Галуа. В этом году не поместились. Ну, тут, правда, видите, у нас история с праздниками. То есть я надеялась в конце этого семестра поговорить с нынешним первым курсом про то, что такое тесты на простоту, но, похоже, не влезает. Так что здесь наши планы всегда корректируются реальности. С другой стороны, все равно эти планы нужно устроить. Это в целом перспективно. Коллеги, скажите, пожалуйста, только у меня видео подвисает или у вас тоже? Подвисает. Так, ну, если это станет принципиально, тогда вы мне, пожалуйста, маякните. Я не знаю, попробую что-нибудь сделать. Самого посмотрите. Да, Василий, спасибо. Ну, вот я к тому, что я совершенно случайно заметила, что видео подвисает. Я же смотрю либо в чат, либо в камеру в основном. Значит, самоголк, тут история такая. Я напомню, что мы с вами при помощи машины Тьюринга, ну, вернее, при помощи тезиса Тьюринга, собственно, определяли алгоритмически разрешенную задачу. То есть в терминах тезиса Тьюринга алгоритм – это то, что может быть реализовано при помощи машины Тьюринга. Соответственно, если не может, то это по определению не алгоритм. Да? Точно так же, как тезис Чорча, который про реализацию в терминах частично-регурсивных функций, и тезис Маркова, который про реализацию в терминах нормальных алгоритмах Маркова – это тоже попытки определить понятия алгоритмически разрешимой задачи. Я, по-моему, упоминала о том, что совершенно неочевидный и фантастически интересный результат заключается в том, что классы алгоритмически разрешимых задач по Тьюрингу, Чорчу и Маркову совпадают. Вот это вообще неочевидно и очень нетреально. Так что, соответственно, сам был ответ на ваш вопрос – нет, потому что это, собственно, определение алгоритмической разрешимой задачи. Так, значит, я там пропустила что-то в чате. Никита что-то писал. Да, Никита, значит, по поводу бегать туда-сюда, но, в принципе, почему бы и нет. Можно и побегать. Более того, на самом деле, понятно, что если бы вы имели возможность выделить пробежку вдоль числа в отдельную процедуру, ну, это было бы удобно с точки зрения обозначений. Да, вот здесь мы, конечно, с вами утыкаемся немножечко в то, что мы все-таки привыкли к высокоуровневым языкам, а тут вот такое вот безобразие. Так, коллеги, одну секундочку, я прошу прощения. Так, да, коллеги, я вернусь. Значит, соответственно, вот, Никита, да, ответ на ваш вопрос такой. Ну, поделать, скажем так, один раз описать эту процедуру придется, это будет утомительно. По-моему, мы с вами опять-таки в прошлый раз для одной из задач даже писали что-то похожее там. По-моему, это с вами было, мы с вами, значит, использовали такое состояние Q со стрелочкой, которая протаскивала нас с вами вдоль написанной строки там. В какую-то из сторон. Не помню в какую, наверное, все-таки в начале. Вот, но принципиально, да, да, это... Это вполне себе допустимая штука. Так, ну давайте я некоторое время говорила и отвлекала вас от размышления о задаче. Давайте еще немножко времени я вам все-таки дам. А, значит, Никита, ответ на ваш вопрос такой. Мы с вами говорили, что мы имеем дело со стандартными машинами тюминга. Это значит, что на момент начала наша машина находится в начальном состоянии. Значит, ну давайте, я не знаю, единичка, трын-трын-трын, служебный символ. Ну, скажем, давайте тоже единичка и трын-трын-трын. Начальная ситуация, она вот всегда такая. Ну, в смысле, всегда, потому что мы договаривали всегда рассматривать стандартные машины тюминга. С другой стороны, ничто не помешает вам начать вашу программу с того, что вы пробежите курсором... Давайте я напишу последний символ тоже. С того, что вы пробежите курсором в конец. Понятно, что переместиться в нужное место вы совершенно спокойно можете, если вам это удобно. Да, здесь в очередной раз вылезает идея, которую я уже много раз упоминала. Я уже упоминала, что хорошее решение, конечно, лучше, чем не очень хорошее, но не очень хорошее, это лучше, чем никакого. А решение, которое вы придумали сами, даже если оно на первом и втором этапе не оптимальное, это все равно лучше, чем то, что я вам расскажу, потому что с точки зрения обучения это гораздо-гораздо полезнее. Ну, соответственно, Никита, ответ на ваш вопрос формальная ситуация такая, а фактически, да, вы можете сначала протащиться куда нужно и начать с этого самого куда нужно. Коллеги, еще на полсекунды буквально. . Спасибо. 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 что коллеги у нас на самом деле ответ на ваш вопрос вопрос хороший да то есть не сочтите ради бога что я пытаюсь над вами подшучивать вопрос действительно хороший ответ на ваш вопрос такой да она ограничена но мы не знаем чем то есть понятно что оба числа которые написаны на нашей с вами ленте имеют конечную длину но никаких конкретных оценок на эту длину мы с вами не знаем а тогда конечно ограничено они оба имеют конечную длину так никита я ответила на ваш вопрос да да никита разумеется если бы количество символов записи числа было ограничено чем-то известным тогда было бы несколько проще ну по крайней мере психологически точно эти коллеги я хотела бы высказать вам свое одобрение и даже где-то восхищение меня очень радует качество вопросов которые вот на сегодняшней нашей встречи в чате то есть вот прямо заметно как как вырастает уровень ваших вопросов это очень здорово я я довольна вами мы с собой тоже конечно так ладно ладно друзья давайте я вам дам еще немножко времени с одной стороны заявленные мною 10 минут уже честно говоря закончились а с другой стороны явно идет работа и обрывать ее на подлете к ну фактически к ответу это было бы неправильно так что давайте еще немножечко времени в конце концов я уже говорила что мы с вами идем очень хорошо у нас есть некоторый запас и в общем этот запас даже спокойно выдерживает появившиеся выходные да коллеги на всякий случай наверняка вы уже слышали но я проговорю это тоже значит вчера значит вчера ближе к вечеру появился приказ о том что с первого по чтоб не соврать девятое включительно по моему у нас с вами выходные никаких учебных мероприятий десятая да да максим спасибо значит по 10 ведь у меня сейчас перед глазами нет календаря на май поэтому я так осторожно высказываюсь по 10 вот а вот 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 Продолжение следует... 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 Делаем ровно так. Значит, вы пока что думаете над ними самостоятельно. Если у вас появится решение, которое вы захотите мне показать, можно мне его прислать, я посмотрю. Значит, и следующую нашу с вами встречу, тогда мы начнем с разбора соответствующей задачи. Хорошо, хорошо, отлично. Значит, тогда мы с вами временно переключаемся с разговора о машине Килинга на следующий разговор, на разговор, посвященный языкам и грамматикам. Значит, здесь мы с вами оказываемся в несколько более приятной ситуации, потому что я точно знаю, что и у 73-й и у 83-й группы соответствующее обсуждение уже в целом было. Вот вчера, не вчера, господи, коллеги, все, память девичья. Вчера, на 73-й мы с вами проводили дополнительное занятие, и вы мне писали, что вы уже обсуждали условия однозначности ветвления. Это означает, что контекстно-свободные грамматики вы точно обсуждали с Антономом Сергеевичем. Ну, 83-й вы с Сергеем Витальевичем, в принципе, немножко опережаете. Вот, а может быть, были какие-то нюансы структуры на более ранних стадиях. Хорошо. Тогда давайте попробуем с вами вспомнить, о чем, в принципе, идет речь. 4-й идет о следующем. Вот у нас с вами есть алфавит. И есть слова в этом алфавите. Ну, давайте я напишу так. При этом мы с вами сейчас будем делать такую небольшую подмену понятий. Говоря слова, я буду иметь в виду слова, осмысленные в нашем языке. Понятно, что не любая последовательность длины, не превысходящей «р» оказывается осмысленным словом. Соответственно, вот у нас есть алфавит, есть некая структура, которая описывает осмысленные слова. Еще раз повторюсь, я буду говорить просто слова в нашем языке. Соответственно, грамматики – это попытка, на самом деле достаточно успешная, выявить закономерности, которые позволяют описать, какие слова в языке будут осмысленными. Ну, автор этой концепции, которую мы сейчас обсудим на Ушхонске, когда я только начинала читать этот курс много лет назад, я не поленилась слазать в соответствующие источники и выяснила, что он жив, здрав на голову и продолжает работать. Правда, последние его работы, которые я видела, они вот к таким вопросам имеют довольно… ну, собственно, не имеют никакого отношения. Он в какой-то момент переключился на какие-то социополитические вопросы, но эти работы, я, признаться, уже не читала, потому что они так гораздо меньше входят вокруг моих научных интересов. Но, тем не менее, вот это очередной человек из книжки, который жив, здравствует и вот продолжает что-то содержательное делать. Это всегда ужасно приятно. Значит, соответственно, Хомский классифицирует грамматики прежде всего на порождающие и распознающие. Ну, и вкратце, это вот что такое. Порождающая грамматика – это набор правил, который позволяет сконструировать все возможные осмысленные слова нашего языка. На самом деле, я сейчас немножко утрирую, да, говоря просто о наборе правил, там все чуть-чуть сложнее. Ну, сейчас мы с вами вплотную займемся порождающими грамматиками, и я уточню, что я здесь имею в виду. Итак, порождающая грамматика позволяет построить все осмысленные слова. Распознающая грамматика функционирует несколько по-другому. Распознающая грамматика по кодовому на вход слову позволяет понять, осмысленно это слово в нашем языке или нет. То есть порождающая грамматика конструирует все, что нам подойдет. Распознающая грамматика определяет по входным данным подходящую штуку нам скормили или нет. Соответственно, вот сейчас, какое-то ближайшее время, мы с вами будем говорить о порождающих грамматиках. Хотя, если с кем-то, да, уже говорили о конечных автоматах, а по-моему, в прошлый раз, 83-й, мы, по-моему, упомянули, что конечные автоматы у вас уже были. Вот там есть момент, когда мы переходим от разговора о порождающих грамматиках к разговору о распознающих. Итак, порождающие грамматики, еще раз повторю, да, что это грамматики, которые позволяют сконструировать, сгенерировать, породить все осмысленные слова нашего языка. Так, порождающая грамматика формально состоит из трех с половиной элементов. Сейчас я объясню, почему из трех с половиной. Первый элемент – это, собственно, алфавит. Это буквы, которые могут фигурировать в словах нашего языка. Вот здесь нужно хорошенько обсудить интерпретацию пустого символа. Дело в том, что пустой символ – это не пробел. Это символ, которого нет. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Если слово выглядит вот так, это в точности то же самое, если бы оно выглядело вот так. Этот самый пустой символ нам требуется для упрощения некоторых переходов. Соответственно, вот здесь важный нюанс, потому что, естественно, воспринять эпсилон, в смысле пустой символ, именно как пробел. Нет, это вот именно символ, наличие которого никак на слове не сказывается. Значит, следующее, что нам потребуется – это множество так называемых служебных символов. Давайте я их обозначу. Альфа-1, альфа-С. Это символы, которые не появляются в самом слове, но которые будут нужны для описания правил. Это что-то вроде переменных. Давайте я так и напишу. Переменные необходимые для описания правил вывода. Иногда для вот этих вот множеств А и Н прибыльяются терминальные символы и нетерминальные символы. То есть, это символы, которые являются буквами, составляющими слова нашего будущего языка, и символы, которые не являются буквами, они в итоговых словах не встречаются. Они нужны только для того, чтобы описывать конструкции. Ну, довольно часто их обозначают, заключая в такие угловые скобки. Я пока не знаю, буду ли я делать это или нет, потому что, честно говоря, с одной стороны, стремление к экономии в записи говорит, что ставить эти скобочки не надо. С другой стороны, честно говоря, я в свое время очень сильно привыкла эти скобочки ставить, поэтому очень может быть, что они будут соскакивать у меня с кончика маркера автоматически. Ну, посмотрим. Ладно? Вот сейчас я не буду однозначно утверждать, буду ли я писать эти скобочки или нет. Значит, теперь, собственно, то, из-за чего я сказала о трех с половиной пунктах. Дело в том, что среди нетерминальных символов есть отдельный символ начальника. Это, еще раз повторюсь, нетерминальный символ, то есть это вот такая затравка, такой зародыш, из которого будет строиться слово. Его довольно часто во многих источниках упоминают просто как отдельный элемент, элемент четвертый. При этом он является тоже нетерминальным символом. Ну, собственно, поэтому я и сказала о трех с половиной. Ну и, наконец, последний пункт, самый, наверное, содержательный. Множество П – это множество правил. Давайте я напишу правил вывода. То есть правил преобразования цепочек, содержащих нетерминальные символы. Что-то у меня скобки разные, это как-то нехорошо с моей стороны. Значит, множество правил вывода, то есть правил преобразования цепочек, содержащих нетерминальные символы. Значит, соответственно, концепция, наверное, в принципе, более-менее ясна. Вот у меня есть выражение, содержащее нетерминальный символ. Я могу его как-нибудь преобразовать. Ну, скажем. Вот так. Да, соответственно, до тех пор, пока у меня в цепочке есть хотя бы один нетерминальный символ, построение слова не закончено, его можно продолжать преобразовывать. В тот момент, когда в цепочке остались только терминальные символы, это означает, что построение слова закончилось. Соответственно, если грамматика была организована корректно, то в итоге должно получаться осмысленное слово обсуждаемого языка. Ну вот, это, в общем, описание того, что такое, в принципе, порождающая грамматика. Дальше начинаются нюансы. Нюансы заключаются в том, что порождающие грамматики тоже бывают разные. Вот сейчас, прежде чем начать напоминать вам о том, какие типы бывают порождающих грамматик, коллеги, скажите, пожалуйста, какие-то вопросы по той схеме, которую я сейчас набросала, по классификации грамматик на порождающие и распознающие, и, соответственно, по структурным составляющим порождающих грамматик. Есть ли какие-то вопросы? Вы, безусловно, вот это все на лекции слышали, но там теоретически могли подзабыть. Все ли здесь понятно? Андрей, спасибо. Значит, вы, наверное, предвидите мой следующий вопрос. Мне сейчас придется стереть с доски вот эту вот схему. Могу стирать? Никита, Андрей, да, спасибо. 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 Сейчас мы с вами какое-то время будем иметь дело только с порождающими грамматиками. И, Данил, конечно, разберем. Разберем и далеко не один. Просто прежде чем начинать разбирать примеры, мне нужно показать вам, вернее, показать или наполнить, да, все-таки на лекциях это звучало, какие типы порождающих грамматик бывают, и отметить, какими мы в основном будем заниматься. Потому что вообще-то их, ну, в Комске выделяет четыре типа, и мы будем плотно заниматься только двумя. Итак, четыре типа, порождающих грамматик. Первый тип, ну, вернее, давайте, нулевой тип, потому что он традиционно обозначается же ноль, это так называемая свободная грамматика. Это очень приятная штука, потому что ограничение на правила выбора там нет. На правила вывода ограничений нет. Как вы понимаете, коллеги, чем строже ограничение на правила вывода, тем проще строить распознающую соответствующую грамматику, да. С одной стороны, тем уже класс, который можно рассмотреть, а с другой стороны, чем легче его проанализировать. Соответственно, вот в этом смысле свободные грамматики, а большинство естественных языков относятся к тем, к порождающей грамматике, для которых имеют категорию уже ноль. Возможно, исключение составляет эсперанто, но я, честно говоря, не готова дать голову на отсечение, это надо смотреть. Но вот естественные языки абсолютно точно все относятся к этой разновидности, и с анализаторами там все очень-очень непросто. Следующий тип, G1, это контекстно-зависимая грамматика. Значит, каждая грамматика, контекстно-зависимая. Значит, прежде чем я напомню определение контекстно-зависимости, давайте вспомним, что такое контекст вообще. Слово вам, естественно, знакомо. Ну, гарантирую. Что такое контекст? В любом смысле. Ну, или, может быть, в каком-нибудь узком. Ну, вы не то, что вы совсем не правы. Вы не то, что вы совсем не правы. Вы отчасти правы. Хотя это такой довольно частный случай. Это... Да, видимо, не у нас передвижать этого слова. Это так называемый темпоральный контекст. Да, контекст, который характеризует ситуацию в зависимости от времени. Значит, на самом деле контекст вам мог попадаться литературный, исторический, там еще много разных вариантов. И, в общем и целом, контекст – это смысловое окружение, которое, собственно, смысл и придает. Да, в этом, с этой точки зрения есть масса примеров ситуаций, когда, скажем, какое-нибудь утверждение, будучи вырванным из контекста, меняет смысл, причем меняет его непредсказуемо. Соответственно, нужно понимать контекст именно вот как такое окружающее полотно, которое встроено, рассматриваемое предмет, явление, утверждение, объект. Да, соответственно, в зависимости от того, читаем мы с вами книжку по истории или по математике, граф, скажем, это будет титул средневековой Англии, ну, или формат представления бинарного отношения. Какого плана примеров можно приводить много. Итак, контекст – это некоторое окружение. Так вот, контекстно-зависимая грамматика – это грамматика, в которой правило преобразования нетерминального символа зависит от того, что вокруг него находится. Выглядит это как-то так. Представьте себе, что у нас есть, значит, А большое, дальше Альфа и Т, В большое. И вот эта штука преобразуется в А большое, ну, давайте, балла букв, мне нужна буква, давайте, мю, В большое. Значит, соответственно, мю – это будет что-то, какой-то набор из терминальных и нетерминальных символов. Значит, возможно, пустой, почему бы и нет. Но важно следующее. Важно то, что то, что написано справа, будет зависеть от А и Б. А и Б – это тоже, значит, какие-то там терминальные и нетерминальные символы. Соответственно, если я вместо А и Б здесь напишу что-нибудь другое, С и Д, например, то я получу другую вещь. Правила преобразования нетерминального символа в контекстно-зависимых грамматиках зависят от контекста, от того, что происходит вокруг. Да, и в этом месте такое, очень, я бы сказала, естественное ангибраическое желание сказать, ну, А и Б же можно бросить. Иногда мне даже говорили, ну, можно же сократить. В том-то и дело, что в контекстно-зависимом случае нельзя. В контекстно-зависимом случае преобразование, правило преобразования нетерминального символа зависит от того, что его окружает, от контекста. Ну, вот следующий, следующий тип – это как раз один из тех двух типов, которыми мы будем заниматься плотно. Контекстно-свободные грамматики. Так называемые КС-грамматики. Контекстно-свободные грамматики – это как раз грамматики, в которых правило преобразования нетерминального символа не зависит от того, что вокруг есть символа, и он преобразуется всегда одинаково, если он не есть. И последний, последний тип с самыми строгими ограничениями – это так называемые автоматные грамматики. Коллеги, обратите, пожалуйста, внимание. Я сказала одно, а написала другое. Я сказала автоматные, а написала автоматные в скобочках регулярные. На самом деле дело в следующем. Вообще говоря, автоматные и регулярные грамматики описываются по-разному. И то, что на самом деле это одно и то же множество – это теорема. Это теорема простая, но нетривиальная. Я думаю, что она у вас будет доказана. Может быть, у кого-то даже уже доказано. Значит, соответственно, вообще говоря, то, что автоматные и регулярные грамматики – это одна и та же вещь, одно и то же множество – это неопределение. Это именно теорема. Регулярные грамматики – это то, что определяется в терминах регулярных выражений. Но автоматные – это то, что распознается в предыдущих конечных автоматов. Ну, а я сейчас просто скажу, что автоматные грамматики – это грамматики, в которых правила преобразования допускают наращивание цепочки терминальными символами только с одной стороны. Либо только слева, либо только справа. Соответственно, они называются лево- или право-рекурсивные. И если здесь, да, вот цепочка, видите, не у меня здесь определена какая-то комбинация терминальных и нетерминальных символов, то она, естественно, может наращиваться и в две стороны одновременно, то вот здесь такое запрещено. Здесь наращивание возможно только в одну сторону. Итак, четыре типа порождающих грамматик. Свободные, без ограничения на правила вывода. Контекстно-зависимые – те, в которых правила преобразования нетерминального символа зависят от контекста. Контекстно-свободные – те, в которых правила преобразования нетерминального символа от контекста не зависят. И автоматные – перспективу, они же регулярные – те, в которых преобразование не просто не зависит от контекста, А еще есть дополнительное ограничение вида, наращивание цепочки символов, возможно, только с одной стороны. Ну вот мы с вами будем подробно заниматься вот этими двумя типами – контекстно-свободными и автоматными грамматиками. Так, ну опять-таки, коллеги, на самом деле сейчас я просто повторила то, что вам рассказывали на лекции. Это может быть немножко другими словами, но идейно вам это все знакомо. Есть ли какие-то вопросы? Ну, Василий, вижу. Спасибо. Значит, вы наверняка предвосхищаете мой следующий вопрос. Можно ли стереть с доски то, что на ней сейчас написано? Данил попросил примеров, он был совершенно прав. И сейчас мы с вами до конца, собственно, сегодняшней встречи будем заниматься разбором примеров. Но для этого мне нужна доска. Можно ли с нее стереть? Да, Данил, жду. Жду. Так, коллеги, я прошу прощения, я за очередной порцией горячей воды, иначе боюсь, что я опять остановлю фитбоксом. Да, коллеги. Я прошу прощения. Дело в том, что в прошлый четверг, например, мы с первым курсом так хорошо поднимались, что в пятницу мне пришлось отменить лекцию. У меня исчез голос вообще. Ну вот за два дня, в общем, его более-менее не удалось остановить. Но приходится быть осторожнее. Да, да, Данил. Ниже, спасибо большое. Итак, давайте посмотрим на пример. Как вы понимаете, коллеги, примеры на таком наивном уровне можно классифицировать на два типа. Первый тип – это я записываю вам грамматику, а вы мне говорите, какое множество слов она порождает. Второй вариант – это я описываю множество слов, а вы строите для этого множество грамматиков. Давайте начнем с первого варианта, он проще. Ну чего? Значит, пусть у меня алфавит будет вот таким. В первом примере нетерминальные символы. Значит, я сейчас подумаю, сколько мне их будет нужно. Я посмотрю, да, если будет нужно, то добавлю. Теперь правила вывода. Итак, коллеги, я сейчас использую еще одно обозначение, которого раньше не было. Я его сейчас использую, а потом немножко поясню. Вот эти вот вертикальные черты. На самом деле подразумевается, что у нас есть в этом месте ветвление. Из нетерминального символа S я могу получить 0, 1 или последовательность вида 1 альфа. В соответствии, вместо того, чтобы писать три разных команды, сам вывалился, сейчас мы его обратно вернем. Вместо того, чтобы писать три разных команды, вот эти вот ветви отделяются вертикальной чертой. Я буду так писать, естественно, если вам удобно, вы тоже можете использовать это обозначение. Итак, коллеги, вот такая вот грамматика. Обошлась я двумя нетерминальными символами, считая символ S. Скажите, пожалуйста, какое множество слов порождает вот эта грамматика? Такое множество слов порождает вот эта грамматика. Кстати, заметьте, коллеги, мне в итоге здесь не понадобился пустой символ. Сейчас я по этому поводу кое-что скажу. Ну, после того, да, как вы поймете, что же за множество слов у меня тут порождается. О, Сангл, я с вами, конечно, не согласна. Да, Василий, а с вами я согласна. А с вами я согласна. Да, конечно, это один из простейших примеров, с которых можно начать. Это просто грамматика, порождающая все двоечные числа. Итак, коллеги, а теперь, собственно, по поводу символа эпсилота. Он мне действительно здесь не потребовался. Ну, вот здесь есть нюанс. Нюанс заключается в том, что пресловутое, упомянутое вами несколько раньше условие однозначности ветвления, условие, которое, выполнение которого позволяет построить по соответствующей порождающей грамматике распознающую, вот оно здесь не вытворено. Соответственно, я сейчас не буду о нем думать. Об условии однозначности ветвления мы с вами будем говорить в следующий раз. Соответственно, пока, ну вот если я обошлась без пустого символа, ну, значит, обошлась. Да, я не буду целенаправленно пытаться обойтись без него, но если обойдусь, ну, значит, обошлась. Так, пока это не принципиально. Собственно, потребность в пустом символе довольно часто – это следствие как раз необходимости построить не просто грамматику контекстно свободную, а грамматику, удовлетворяющую условию однозначности ветвления. Так, замечательно. По поводу первого примера. Ну, вот да, Василий Исанвал, с вами я все понимаю, вы все поняли. Значит, коллеги, все остальные. Понятно, почему эта грамматика действительно порождает все двоичные числа? Или нужно что-то пояснить? Так, Софья вижу, Никита, отлично. Так, Данил, вы там вот просили пример разобрать, тоже открытитесь, пожалуйста. Понятен ли вам этот пример? Анастасия, супер. Отлично. Давайте следующий пример, он тоже будет простой. Опять-таки, да, я пока оставлю это место открытым. Может быть, мне потребуется еще. Вот, пожалуйста, коллеги, вторая грамматика. Скажите, пожалуйста, а какое множество слов порождает она? Нет, это у меня два нуля, так написано. Давайте я перепишу, чтобы это было более разборчиво. Так, я надеюсь, что так понятнее. Так, Анастасия, так нормально видно? Да? Да, Василий, вы абсолютно правы. На сей раз у меня порождаются ноль, и числа, которые заканчиваются двумя нулями, естественно, это в точности условия делимости на 4. Отлично. Так, коллеги, вопросы по поводу второго примера? Так, Максим, давайте посмотрим. Я сейчас сделаю некоторый комментарий, значит, коллеги, давайте так. Те, кому все понятно, чтобы вы пока не скучали, сконструируйте, пожалуйста, грамматику, которая будет строить все числа в десятичной системе счисления, которые будут кратные. Ну, пусть будет двумя. Значит, это задача для тех, кто здесь все понял. Макс, а я сейчас буду отвечать на ваш вопрос. Итак, давайте смотреть. Вот я сейчас буду рисовать дерево, символы, которые у меня встроятся. Значит, S – это не терминальный символ, это не буква слова, которая может быть построена. Это переменная, которая позволяет мне писать преобразование. Что я могу сделать из S? Смотрите, пожалуйста, вот сюда. Во-первых, я могу сделать ноль. И ноль – это конкретное слово в моем языке. Кроме этого, я могу построить… Вот пойти вот сюда. То есть могу из S получить последовательность, которая начинается с единицы, а дальше будет альфа-1. Альфа-1 – это тоже не терминальный символ. Соответственно, раз все еще есть переменная, значит, построение слова еще не закончилось. Значит… Так, да, Василий, я вижу, что вы что-то написали. Сейчас я откликнусь. Построение слова еще не закончилось. Значит, нужно строить дальше. Так, Макс, вот этот шаг, первый шаг понятен? Отлично. Значит, да, я тоже вижу, что вы что-то написали. Значит, теперь смотрите, что можно сделать с альфой. Вместо альфы можно написать два нуля. Но поскольку у нас уже есть единица, то получится такое число – единичка и два нуля. Это законченное слово. Кроме этого, можно написать вместо альфа-1 единичку альфа-1, и тогда я получу такую последовательность – один-один альфа-1. Либо вместо альфа-1 нужно написать ноль альфа-1. И тогда получится, соответственно, один-ноль альфа-1. Так, Макс, это понятно? Отлично. Что будет дальше? Опять, у нас здесь не терминальный символ, это символ альфа-1. Что я могу с ним сделать? Я могу написать в конце два нуля. Тогда здесь будет единичка и три нуля. И это законченное слово. А здесь, ну вот видите, у меня с местом проблемы, давайте я вот так напишу. Может быть, две единички и два нуля. Это тоже законченное слово. А кроме этого, я могу продолжать ходить по этим двум веткам. Соответственно, получится 3 единицы альфа-1, 2 единицы ноль альфа-1, 1 0 1 альфа-1 и 1 0 0 альфа-1. Так, Макс, здесь ясно? Ну, собственно, эта процедура будет продолжаться, и вам уже должно быть видно, что у меня может быть выстроено. Значит, если у меня в начале ноль, то такое слово только одно, вот оно. А дальше у меня появляется любая последовательность нулей и единиц, которая заканчивается в тот момент, когда я прохожу по этой ветке. То есть числа, ну, слова, которые мы умеем порождать, выглядит так. Произвольная последовательность нулей или единиц, начиная с единицы, а в конце два нуля. И еще стоящее особняком слово ноль. То есть я могу описать множество элементов, которые строятся так. ноль, а дальше единица или ноль, сколько угодно раз. Кстати, вот эта звездочка означает… А, нет, давайте вот так. Дело в том, что звездочка означает повтор любое количество раз, включая ни разу, а это, конечно, была бы неправда. Вот, и в конце два нуля. Так, Максим, с этим утверждением вы согласны? Отлично. Ну, собственно, получились все двоичные числа, которые заканчиваются на два нуля, и еще нолик. Это и есть числа, кратные четырем. Угу. Отлично. Так, и теперь давайте я посмотрю, там Василий, Самвел и, по-моему, Никита еще что-то прислали. Сейчас я посмотрю. Друзья мои, да, я, к сожалению, вынуждена здесь. Я просто не могу одновременно два этих объекта удерживать. Так, значит. Ага. Так, 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 так. О, знаете, Самвел, а я не согласна с вашим решением. Я сейчас объясню, почему я не согласна с вашим решением. Значит, если я правильно вижу расстановку ваших скобок, я думаю, что я правильно, а, вы что-то из, вот, да, с исправленным вашим решением я согласна. Да, молодец, очень хорошо, что вы заметили, что в первом варианте вашего решения у вас исчезали те числа, у которых есть нули где-то, кроме последнего символа. Да, с исправленным решением я согласна. Отлично. Так, значит, коллеги, пока мы с вами судили-редили, значит, коллеги сконструировали решение. Ах, Никита, я еще ваше решение не посмотрела. Ну, с точностью до обозначений, у Никиты написано то же самое. Да, да. Так, значит, коллеги, пока мы с вами обсуждали вот эту задачу, три человека решили вот задачу с учетными числами. Можно не писать решение на доске? Все прочитали его в чате? В смысле добавить в алфавит? Так, Суфия, вы имеете в виду, что в алфавите я писала на нету? Нет, слушай, тогда мы в самом праве, а зачем? Какого слова у нас нет? Так, там такие слова, постойте, я отмотаю на начало. Вот, Суфия, если вы посмотрите... А, слушайте, нет, неужели потеряно? Сейчас я посмотрю. Да, слушайте, действительно, потеряли. Суфия, вы большая молодец, потому что я этого тоже не заметила. Здорово, здорово. Так, ну раз пошла такая развлекушка, раз даже я хлопнула, давайте тогда мы с вами все-таки выпишем на доску соответствующее решение, потому что все оказалось не так привиально. Итак, с алфавитом, естественно, справились все. Ну, тут цифры с нуля поделить. Значит, нетерминальных символов потребовалось, кажется, два. А дальше, ну, на самом деле здесь можно было действовать несколькими способами. Значит, что у ребят появилось? Здесь, во-первых, однозначные числа. Вот их раз, два, три, четыре, пять штук. Значит, а дальше? Ну, вот здесь, да, вопрос формы записи. Конечно, я, наверное, все-таки сделаю прямолинейно. 1, альфа, 1 и так далее. 9, альфа, 1. Да, то есть вот здесь у нас порождаются однозначные черные числа, а здесь порождаются числа, у которых хотя бы две цифры записи. Соответственно, дальше у нас есть альфа-1, которая устроена так. Либо это последняя цифра, и тогда она черная. Либо, если эта цифра не последняя, то мы наращиваем цепочку любой цифрой, включая ноль, и повторяем процедуру. Значит, я, да, сейчас посмотрю, посмотрю, посмотрю. Да, да, у Никиты все было в этом смысле в порядке. Он однозначные числа не потерял. Значит, сам был исправил. Сам был исправил. Единственное, чего я не поняла. Слушайте, сам был, а зачем вы добавили эпсилон в последнее ветвление? Это, конечно, неправильно, потому что если вы добавляете туда эпсилон, то тогда, пройдя первый раз по центральной ветке, а второй раз по эпсилону, вы можете получить число, которое заканчивается, например, на 9. Так, нормально, свеженькая техника порождает свеженькие палки у нас, новенькие колеса, все в порядке. Так, ну хорошо, хорошо. Значит, коллеги, посмотрите, пожалуйста, на то решение, которое сейчас написано на доске. С ним все в порядке? Никаких проблем нет? Естественно, проблемы могут быть двух типов. Либо порождаются не все слова, вот как в прошлый раз, да, Софья молодец заметила, либо наоборот порождается что-то лишнее. То есть нам с вами нужно убедиться, что вот эта грамматика порождает все четные числа в действительной системе исчисления, и только их. Все в порядке вот с этой грамматикой. Так, да, Софья вроде бы соглашается. Да, да, отлично, отлично. Значит, коллеги, у нас с вами закончилось время. Даже я вас, как всегда, немножко задержала, но, правда, я и сначала не опоздала. Значит, планы у нас с вами такие. Я поступлю, так сказать, вопреки собственным традициям. Я вам конкретного домашнего задания предлагать не буду. Связано это вот с чем. Я полагаю, что вы устали не меньше, чем я. Соответственно, ваше основное домашнее задание на эти 10 дней будет, простите за тривиальность, просто отдохнуть. Если очень потянет, поделать что-нибудь, содержательное. И если не потянет, ну вот, нам с вами всем необходима передышка. Да, все эти бесконечные переходы из дистанта в очку, потом обратно, все эти проблемы с расписанием там, сложности, с доступом куда бы то ни было и так далее, они на самом деле, ну, всем нам с вами даются не очень просто. Да, даже если, в принципе, все в порядке, а психику это, конечно, давит. Поэтому домашнего задания содержательного у вас сейчас не будет. Пожалуйста, отдохните так, чтобы к моменту, когда мы с вами встретимся, вот, когда бишь? 12-го, да, наверное? Когда мы с вами встретимся 12-го мая, вы были уже снова в форме. Ну, и я надеюсь, я тоже буду снова в форме. Хорошо. Значит, коллеги, есть ли у вас какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать мне сейчас? Есть ли какие-то вопросы, которые вы хотели бы сейчас мне задать? Так, вопросов нет. Ну, хорошо. Хорошо, коллеги, значит, в таком случае давайте на сегодня мы с вами будем заканчивать. Значит, я сейчас найду картинку. Ну, на самом деле эта картинка немножко преждевременна, но с другой стороны вещи, и это вполне себе. Ну, давайте я скажу так, это не так уж мало. Поэтому картинка будет такая. А еще никак я не научусь попадать в кадр с первой, с первой попутки. Вот такая будет картинка. Ну, что ж, коллеги, спасибо большое. Если что, по переписке, естественно, я доступна. Ну, и надеюсь, что отдых нам с вами всем пойдет на пользу. Спасибо. Все молодцы. Ну, и я еще раз хочу отметить действительно отличный уровень вопросов, которые сегодня были. Вот прямо все они были хороши. Мне понравилось. Всего доброго. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok